На Харьковщине задержали учителей из России, которые приехали работать на оккупированные Российской Федерации территории Украины. Им грозит наказание согласно законам Украины, поскольку российские учителя не являются комбатантами, обменивать их не будут. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. В российской власти на это сообщение вызвало некий хаос. Минпросвещение России отрицает, что в Харьковской области задержали российских учителей. В то же время, как Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту этого задержания. В этой теме разбираемся с советником министра внутренних дел Украины Ростиславом Смирновым. Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ростислав, все же были задержаны российские учителя на Харьковщине или нет? К сожалению, не могу пока ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Потому что мы сегодня, поверьте, не впервые я слушаю сегодня этот вопрос. Мы разбирались. Данных конкретно о задержании русских учителей в МВД нет. По состоянию на сейчас. Скажите, вот сейчас вооруженные силы Украины, представители правоохранительных органов, они заходят на освобожденные территории. Что они видят там? Тут мы должны понимать еще к предыдущей теме, что это не значит, что этого не было. Потому что могли быть они задержанными другими спецслужбами. Поэтому еще раз говорю, что я не могу подтвердить, потому что то, что касается конкретно нашего министерства, именно Министерства внутренних дел. Поэтому тут данных нет. Я могу точно сказать, что будет теми учителями, которые, скажем, являются украинскими гражданами, на которых в том числе подпадает закон о коллаборационизме, который будет отвечать непосредственно по закону. Потому что по нашему закону те учителя, которые перешли на, скажем так, обучение и учили по русской методологии, способничали врагу, они попадают под ответственность по статье о коллаборационизме. Это статья 111, часть 1. И они будут нести непосредственно уже криминальную ответственность. У нас такие уже есть, как и задержанные, и есть криминальные провождения, которые открыты по данному производству. Вообще, в целом, могу сказать, что по коллаборационизме у нас уже открыто 1342 по состоянию на сегодня, на утро, дело именно связанных с коллаборационизмом. А вообще, в целом, больше 32 тысяч криминальных проваджень, русский не скажу, дел, производства. Криминальных производств по факту военных преступлений, сделанными солдатами Российской Федерации. Слушайте, ну говоря все-таки об российских учителях, о возможном задержании, осмелюсь предположить, что даже если этого конкретно не было на Харьковщине, такие задержания возможны в будущем, когда будут деоккупироваться другие временно оккупированные территории Украины. По сообщению правозащитная организация «Альянс учителей», российских учителей агитировали ехать в Украину, преподавать вот этот так называемый русский мир по российским методичкам, и агитировали конкретно тех учителей, которые живут в особо бедных регионах России, в частности, Осетия, Дагестан, им обещали 190 тысяч рублей зарплаты в месяц за то, что они поедут в Украину, скажем так, учить украинских детей. Вот в случае задержания таких учителей, хотя, мне кажется, в этом случае, ну и назвать их учителями очень тяжело, потому что... Они будут нести криминальную ответственность, согласно нашему законодательству, они будут отвечать перед законом. Я не готов сейчас сказать, какая будет статья инкриминирована, потому что могут быть разные. Или, возможно, статья о порушении территориальной тилосности, так как они проехали не через админ-границу, которая реально установлена, которая сейчас работает. Может быть другая статья. То есть, как бы, я не готов сейчас сказать, какая именно будет криминальная сцена, но я могу точно сказать, что они не подпадают, я думаю, в категорию военных преступников, имеется в виду военных заложников. И они будут нести абсолютно ответственность. Они даже не смогут быть вымененными, поэтому они будут нести ответственность, согласно нашему законодательству, и будут, конечно, отбывать срок вот здесь, в Украине. Ростислав, а если вернуться вот к этим украинским учителям, которые задержаны, которым, значит, обвинение меняется в коллаборации, как вы считаете, почему вот они не уехали вместе с российскими оккупантами? Вот мы там помним, эти очереди стояли, километровые там в сторону и российской границы, и там в сторону Луганской области, оккупированной временно. То есть они просто, или они понадеялись, что их, как бы, ну, не выяснится, что они сотрудничали с оккупантами, или просто их бросили вот так, и они, как бы, ну, остались? — Смотрите, тут на самом деле, если мы сейчас, мы сейчас конкретно говорим о Харьковской области, о недавно деоккупированной территории, правильно? — Да-да-да. — Я могу сказать, что там на самом деле у нас постоянно сейчас открыто 40 криминальных производств, и только одно непосредственно по коллаборации нет. Поэтому я не могу сказать, что, еще раз говорю, постоянно сейчас мы должны понимать, что этот процесс, он не заканчивается, каждый день идет расследование, идет сбор информации, потому что это как раз есть одна из главных задач национальной полиции Украины сейчас, это сбор доказательной базы, непосредственно правильной квалистификации этих преступлений, и непосредственно дальше уже передача в, скажем так, органы, компетентные органы, которые будут этим заниматься. Это может быть ДПР, это может быть сразу в суд, это может быть Генеральная прокуратура или СБУ, в зависимости от преступления. Поэтому, опять-таки, я не могу сказать, что тут прям очень много именно есть задержанных учителей, еще раз говорю, по состоянию на сейчас. Я не говорю, что будет завтра. Мы должны понимать, что важный момент тоже непосредственно по коллаборационизму. Сейчас, если мы говорим конкретно о харьковском направлении, опять-таки, ситуация, я точно не скажу прям точно, но ситуация примерно 50 на 50. То есть в 50% мы уже полностью восстановили, скажем так, я бы сказал, в нашу государственность, там работают многие службы, в том числе даже такие, как, условно говоря, мобильная связь, почта и другое. А 50% еще идет зачистка. В том числе Национальная полиция Украины создала около 13 так называемых фильтрационных центров, которые в том числе общаются с местным населением, проверяют все население, потому что мы должны понимать, что среди этого населения могут быть переодетые военные солдаты Российской Федерации, среди них могут быть ДРГ, среди них могут быть те же коллаборанты и так дальше. Поэтому проверяются те жители, которые остались, опять-таки, чтобы подтвердить, что они действительно мирные граждане, они точно не брали участие и не способничали с врагом непосредственно. И, конечно же, поэтому эта работа сейчас еще ведется. Но я могу точно сказать только те данные, которыми мы можем сказать официально. Официально у нас только их по состоянию на сегодняшний день 40 криминальных производств. Новые данные, конечно, будут завтра уже, за завтрашние сутки будут там прибавления, понятное дело. 40 криминальных производств, только одно из них по коллаборационизме. Ростислав, вот говоря о фильтрационных пунктах, российская пропаганда очень возбудилась по этому поводу. И они сейчас просто исходят в истерике о том, что украинская власть проводит, значит, фильтрацию на освобожденных территориях. При этом российская пропаганда, естественно, забывает о том, как проходили вот эти фильтрационные, так называемые, мероприятия, которые они устраивали на временно оккупированных территориях. Можете рассказать о том, как выглядят фильтрационные пункты, организованные украинской властью? Потому что то, что нам рассказывали люди, украинцы, которые прошли так называемую фильтрацию в так называемых ЛДНР, когда выезжали с временно оккупированных территорий Украины, то это издевательство, это антисанитария, это садизм. И это все буквально античеловечное, что только можно себе представить. Как выглядят украинские фильтрационные пункты? Смотрите, вы должны понимать, что есть большая разница между фильтрационными лагерями, которые были созданы Российской Федерацией для наших граждан, и второй этап – это фильтрационный центр. Может, знаете, образно говоря, нужно было поменять название, чтобы не вводить никого в заблуждение. Мы не содержим лагеря, мы не содержим там людей. Важный момент, для чего создан фильтрационный центр – для проверки и общения со всеми гражданскими людьми, которые остались на этой территории. Чтобы, еще раз говорю, главная задача – не там, я не знаю, вывезти куда-то людей, как это делала Российская Федерация, вывозив людей насильно, вывозив на свою территорию и содержав их там непосредственно, не давая никуда выехать. А как раз цель конкретно простая – обнаружить, нет ли среди гражданского населения переодетых солдат Российской Федерации. То есть ориентируется ли человек в местности, знает ли он что-то об этом городе. Это может быть обычное, грубо говоря, собеседование, общение с человеком, чтобы понять, действительно ли он может подтвердить, что он гражданский человек. Это во-первых. Во-вторых, общение с гражданами, которые могут дать в том числе дачу неких показаний. Кто, возможно, в том числе, что делал, чтобы… Потому что мы должны понимать, что одна из главных задач национальной полиции Украины – это сбор всей доказательной базы, квалификации и дальнейшая передача тех военных преступлений, чтобы потом доказать это все на юридическом фронте в международном трибунале и международном криминальном суде. Поэтому это в том числе сбор информации, кто чем владеет, о каких военных преступлениях может быть речь. И третье – это в том числе о коллаборантах. Может, кто-то из местных знает, кто из их, не знаю, соседей, их знакомых сотрудничал с оккупантами. Возможно, опять-таки, так как мы уже затронули тему, из местных врачей и так дальше. То есть, по большому счету, это просто общение, сбор доказательной базы. Вот и все. Людей там не держат насильно, людей там ничего не делают и так дальше. Поэтому тут очень важно не путать с ихними лагерями, которые они делали. И, в принципе, четвертое – это в том числе некие ДРГ, в том числе на будущее. Это диверсионно-разведованные группы, которые могут работать с целью шпионажа, также корректировки огня по гражданской инфраструктуре и военной. – Арсислав, вот вы, кстати, упомянули ДРГ, проводится ли зачистка территории, там, допустим, какие-то леса, где могли бы укрыться определенные, там, не убежавшие, вот эти вот как раз российские военные, которые, ну, в том числе, могут там как-то там что-то тоже и прорастить, и диверсию какую-то, ну, в общем, партизанить, партизанить, как-то да. – Как я уже сказал ранее, да. Как я уже сказал ранее, ну, знаете, партизанить могут люди, которые верят в то, что они делают, а не люди, которые пришли сюда за стиральной машинкой. Это важный момент. И это как раз то, что отличает нас, потому что люди, которые воюют за свою страну, воюют за свою землю, немножко отличаются от людей, которые воюют за деньги. Поверьте, так всегда было во все времена, и это видно сейчас. Это доказывает то, почему мы смогли отбить территорию, и ее там, скажем так, мягко говоря, никто не стоял насмерть, потому что мы освобождали свою территорию. А врагу непонятно, за что он стоит. Он за деньги стоит, и, поверьте мне, страх порой бывает сильнее, чем деньги. Поэтому тут как бы есть свои нюансы. Это во-первых. Во-вторых, что могу сказать конкретно, как я уже сказал ранее, идет зачистка территорий. Около 50% освобожденной уже территории, где висит флаг Украины, идет как раз-таки зачистка. Непосредственно, в том числе, прочесывание всей территории на обнаружение ДРГ, остатка вражеских солдат, остатка, в том числе, некое изаминирование. Могу сказать, что в Министерстве внутренних дел еще есть один очень важный орган, это называет ДСНС наша, служба чрезвычайных дел, правильно перевел? Ситуации. Извините, просто на украинском помню. Да, да. Вот наши ДСНСники, которые, в том числе, одна из главных задач сейчас, это идет разминирование территории. Могу сказать, что за последнее время, как только мы освободили эту территорию, уже было, скажем так, проанализировать, была разминирована около 29 гектаров уже территории. То есть идет непосредственно гуманитарное разминирование. В первую очередь, конечно, главных артерий, имеется в виду дорог, потом непосредственно уже зданий, которые есть там в том числе. Поэтому главная задача, это такое, с одной стороны, военные, это зачистка этой территории, с другой, это безопасные, прошу прощения, среда для граждан. Ростислав, вы знаете, вот когда началась деоккупация, освобождение Харьковской области, появилось множество очень трогательных видео того, как местные жители встречают наших украинских военных. Можете рассказать о том, что говорят эти люди, что говорят жители Харьковской области, которые более чем полугода находились в оккупации российских военных? Во-первых, я думаю, я тут многое не скажу, потому что мы сами видели эти все видео. Я вам скажу, что, знаете, может и есть среди мужчин некое мнение, что мужчины не плачут. Я вам скажу, что я лично проследился, когда видел эти все видео, как люди благодарят, несут цветы, несут какие-то даже там, условно, вкусняшки для наших солдат. Оладьи, видео женщины, которая встречала наших солдат и говорила о оладь. Это настолько трогает, это настолько важно. Я буквально перед эфиром, мне попалось на глаза видео, где солдат, который освобождал населенный пункт, он оттуда родом, и он освободил, и он приходит к маме, которая на большом учет. И это настолько важно. Я думаю, что тут просто слова, они не нужны. Да, люди, конечно же, находились, они не понимали, что происходит, потому что не было телевидения, не было нормальной связи, но они верили, они ждали вооруженные силы Украины. И они, конечно же, я думаю, эти люди связывают, как они рады, то, что вернулась Украина, потому что уже весь мир, а Украина в том числе поняла, что такое русский мир, что он не несет ничего хорошего, а только несет руйнувание... Разруху. Разруху и, по большому счету, горе. Спасибо, Ростислав. Надеемся, что такое видео скоро будет у нас и с Запорожской области, и с Херсонской области, и с Крыма, со всей территории Украины. Спасибо вам еще раз большое. Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины, был с нами, говорили о ситуации в деоккупированной Харьковской области. Всего доброго.